День добрый, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев и мы начинаем изучать HTML и CSS для веб-разработчика. Итак, давайте приступим. Что для работы нам потребуется? В первую очередь нам потребуется браузер. Использовать мы будем Firefox. В дальнейшем вы узнаете, почему именно данный браузер. И также нам потребуется дополнение Firebug. Итак, скачайте Firefox, установите, если он у вас не установлен, и установите дополнение Firebug по данному адресу. Далее нам потребуется редактор для HTML-кода. Использовать мы будем программу Notepad++ и скачать ее можно по данному адресу notepad++.org. Там, где вам удобно, создайте папку HTML-CSS. И в данной папке мы будем вести обучение, вести разработку. В данной папке требуется создать еще три подпапки. Это папка Files, папка JS и папка Style. Итак, приступим. Открываем программу Notepad++ и создаем новый документ. Со следующим кодом. Данный документ требуется сохранить в нашу созданную папку. Папку HTML-CSS сразу в корень. И назовем мы его Index.HTML. Чтобы Notepad нам в конце текст не добавил, нам нужно будет поменять расширение на All Types. Нажимаем сохранить. Проверяем, как это у нас получилось. Да, вот создался Index.HTML и в конце нету .txt. Возвращаемся в блокнот. Давайте разберем, что мы здесь написали. Строка номер один. Doctype.HTML. Данной строкой мы сообщаем браузеру, что за документ у нас загружается. В данном случае мы сообщаем о том, что загружается документ HTML. На второй строке мы открываем тег HTML и закрываем его на строке 12. Это главный тег HTML документа. И он символизирует начало документа и, соответственно, конец документа. Далее идет тег HEAD. HEAD открыли, HEAD закрыли. Как видно из пояснения, в теге HEAD размещаются заголовки страницы, подключение CSS файлов, JS файлов и разная техническая информация. Далее идет тег BODY. BODY открылся на восьмой строке и BODY закрылся на десятой строке. В теге BODY у нас располагается сама страница, весь наш HTML код, который формирует страницу, располагается именно в теге BODY. Итак, давайте сформируем наш заголовок, наш HEAD и допишем сюда следующий код. Тег META CHARSET UTF-8. С помощью данного тега мы определяем техническую информацию страницы. В данном случае техническая информация это то, что страница у нас имеет кодировку UTF-8. И далее тег TITLE. Тег TITLE это заголовок нашего документа. Ну и, соответственно, чтобы мы его увидели, давайте напишем заголовок документа. Давайте сохранимся и посмотрим в браузере, что у нас получилось. Сохраняем документ, переходим в нашу папку и кликаем для того, чтобы документ открылся в браузере. Обратите внимание, здесь у нас вместо заголовка, вместо нашей текстовки заголовок документа пришли кракозябы. Это наиболее типичная ошибка начинающих, поэтому я вам ее показываю и сейчас я вам покажу, как ее разрешить. Суть в том, что сам файл у нас создался по умолчанию не UTF-8. А здесь мы указываем, что браузер должен рассматривать данный файл как UTF-8. Соответственно, русские символы у нас пришли вот такими вот кракозябами. С помощью программы Notepad++ можно поменять кодировку документа. Для этого нужно перейти в энкодинг и сделать конвертацию Convert to UTF-8 without BOM. Сделали конвертацию, сохранили, перешли в браузер и обновили страничку. Вот, пожалуйста, нормальная кириллица. И давайте с помощью файрбага посмотрим структуру нашего документа. Активируем файрбаг. Вот у нас открылся. Переходим на вкладку HTML и видим нашу структуру, которую мы, соответственно, в файле и создали. Заголовок HEAD с двумя тегами и пустой тег BODY. Возвращаемся в блокнот. Далее давайте оформим тег BODY. Создадим каркас нашего сайта. Первое, что мы добавим, это тег DIF. Тег DIF это элемент блочного типа. Предназначен он для выделения определенных фрагментов сайта. То есть определенные логические структуры, блоки, страницы помещаются в данные теги. У тегов бывают атрибуты. Атрибуты, то есть какое-то описание данного тега. Например, у тега META есть атрибут CHARSET и, соответственно, значение данного атрибута. Атрибут CHARSET он специфический атрибут и предназначен только для атрибута META. То есть, если мы CHARSET запишем в каких-то других тегах, то браузер это не поймет. Для DIF мы здесь определили атрибут ID. Атрибут ID можно определить для любого элемента, для любого тега. Но суть в том, что идентификатор, соответственно, должен быть уникальный на данной странице. То есть, если мы определили для данного тега DIF идентификатор под названием контейнер, то, соответственно, более ни у каких других блоков не должно быть соответствующего такого же идентификатора. Для чего нужны идентификаторы? И в частности, для чего мы определили идентификатор для данного тега? Во-первых, при помощи идентификаторов в таблице стилей мы можем указать стили специально для данного тега с данным идентификатором. Во-вторых, при помощи JS мы можем обращаться именно к данному тегу, менять его содержимое и внешний вид, удалить его или создать копию на основе него. То есть, совершить какие-либо действия. По сути, идентификатор это как бы имя данного тега, с помощью которого мы непосредственно только к нему можем обратиться. Итак, с помощью данного тега мы создали каркас для нашего документа. То есть, это самый большой главный блок, который будет определять ширину, высоту нашего документа. Теперь давайте наполним его структурой. Из чего у нас состоит сайт? Самое начало. Страница сайта. Это заголовок. Заголовок. Создаем новый div, новый блок с идентификатором header, заголовок. И помещаем в него текст header. Давайте сохраним. Перейдем в браузер, одну страницу, посмотрим, что у нас получилось. Вот вывелся у нас header. Смотрим исходный код, открываем body. Вот у нас контейнер div. Открываем его, и в нем находится контейнер header. Соответственно, с данным кодом. Вот он у нас здесь вывелся. Возвращаемся в notepad и продолжаем формировать структуру нашей страницы. Далее, заголовок мы сделали. Теперь у нас страница будет состоять из заголовка трех блоков посередине и футера. Создадим левый столбец left column. Создаем блок div с идентификатором left column. И записываем то, что это у нас left block. Сохраняемся, переходим в браузер, обновляем страницу. Вот у нас вывелся left block. Смотрим исходный код и видим, да, вот у нас появился новый тег div с идентификатором left block. Возвращаемся в блокнот. Далее, по аналогии, создаем центральный блок и правый блок. Тег с идентификатором center block. добавляем текст center block и тег с идентификатором right block. С текстом right block. И завершает все это у нас footer. Точно так же div с идентификатором footer. Помещаем текст footer. Обратите внимание, что тег div должен всегда закрываться. Должен быть всегда закрывающий тег div. Тоже типичная ошибка у новичков, то, что когда пишут тег div, все это запишут и забывают его закрыть. Это может привести к трудно находимым ошибкам, особенно если страница большая, где-то забыли закрыть div или случайно удалили, то вся структура ломается. Поэтому всегда проверяйте, чтобы теги были закрыты. Вот, в notepad прекрасно нам это все подсвечивает и также делает вот такие вот способы закрытия тегов. Если у нас что-то где-то поломается, мы в notepad это сможем увидеть. Давайте сохраняемся, перейдем в браузер и посмотрим, что у нас получилось. Вот, все у нас вывелось. Заголовок, левый столбец, центральный столбец, правый столбец и футер. Сейчас все у нас находится друг за другом, то есть по умолчанию каждый блочный тег начинается уже с новой строки. На этом видео урок закончен. С вами был Дмитрий Афанасьев и до встречи в следующем видео уроке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok